всем здравствуйте добро пожаловать на мой канал записки вязальщицы меня зовут светлана и данное видео я снимаю в целях испытать свой новый микрофон вернее не новый один единственный вот петличка самый самый дешевый вы знаете уже историю что я была в поисках адекватной цены и более менее хорошего качества микрофона но такие не нашла но совершенно случайно попала на один такой очень простой сайт с гаджетами для телефонов мобильных всяких планшетов и так далее вот все это электроники такой и там совершенно случайно вот наткнулась на вот этот вот на эту петличку за вообще очень очень маленькие небольшие деньги и вот снимаю это видео чтобы преследовать несколько целей это испытать действие вот этого микрофона и буду ждать от вас отзывов о том как он работает и хороший ли звук и стоит ли с ним дальше пользоваться им при съемке видео и очень буду ждать ваших отзывов и заодно хотела бы раз уж так пришлось снимать такое вот внеочередное внеплановое видео расскажу вам о том что я вижу сейчас что у меня на спицах покажу что мне какая у новая посылочка пока мне приехала тоже буквально сегодня и еще одна из самых важных причин и вопросов на которые я хотела бы с вами сегодня поговорить это конечно же розыгрыш викторина да в честь мхей тысячи подписчиков 1 девочки очень прошу вас прощения за то что я так затягиваю с этим всем действом но совершенно не могу найти времени для того чтобы подготовить вопросы для викторины мы вот с вами в комментариях пообщались да и решили что будет три вида розыгрыша да первое это с помощью рендомайзера до случайного подбора чисел среди тех кто будет принимать участие до второе мне предложили просто написать листики бросить их в картиночку в баночку и тоже вот случайно перемешав их все между собой вытягивать имя победителя или не имя а номер тоже и третье все таки будет викторина я подготовлю надеюсь интересные вопросы на которые будет интересно и вам попытаться найти ответы в общем чтобы это было такое вот что-то интересное забавное и запоминающиеся потому что просто подарите подарки да это здорово это приятно но это раз-два и забылась а мне бы хотелось все таки чтобы это что-то было такое интересненькое забавное чтобы мы немножечко развлеклись и конечно же это будет такое не только развлекательное но и познавательное действие чтобы мы немножечко углубились в историю нашего любимого хобби может быть и почерпнули для себя какие-то новенькие моменты исторические или может быть практически вот поэтому надеюсь что это у нас получится и все будет очень интересно и познавательно вот поэтому я сейчас работаю я пытаюсь найти отчаянно время для того чтобы составить эти вопросы потому что сезон посадок у меня честно признаться у меня три дня практически малина с оголенной корневой системой лежала в ведре с водой не посаженная не ухоженная в общем я наконец-то и сегодня посадила и и другие у меня растения тоже сидели не бедненькие непосаженные и с учетом того что у меня в день буквально час полтора времени для того чтобы заняться садом это то время пока спит наша доченька а ночью уже просто не остается сил честно говоря и хочется немножечко еще повязать и просто передохнуть за день до немножечко выдохнуть и ну я очень прошу прощения но ближайшие дни я точно уже все таки это сделаю и мы с вами приступим я сниму видео о том какие будут правила у нас участие викторине и мы с вами приступим и надеюсь хорошенько развлечемся вот и давайте расскажу вам о том какая мне посылочка сегодня пришла это вот такая вот упаковочка это твит вот таких двух оттенков красивых единственное что вот этот оттенок мне казалось будет более бежевым не молочным не знаю почему я себе так решила вот а второй вот такой вот эта фирма ярна наша украинская да я уже не рассказывала но итальянское производство называется пряжа карди в твит вот и у нее шикарный полностью натуральный состав здесь 80 процентов мериноса 15 процентов шелка и 5 катона 50 грамм 150 метров вот этот цвет у нас 307 а вот этот у нас 304 серенький вот этот мне цвет нравится больше а вот этот немножечко конечно он такой бледноватый но не знаю вот эту пряжу я брала для проекта вдохновилась я видео по моему она последняя у елены кондратьевой у нее ник в инстаграме wicked links и она рассказывала о том как она вязала свитер или джемпер не знаю как его правильно назвать аккор и это желуди японского дизайнера я просто я влюбилась в этот дизайн и очень хочу его связать и там как раз у нее присутствует два цвета по моему у нее такой был светлый серый и темно-серый я вот захотела взять бежевый и серый но как видите не знаю это получился больше молочный цвет ну не знаю попробую и кстати та пряжа из которой она вязала у нее бобинная было пряжа но по составу практически идентичная вот этому виду и она как раз говорила что было бы очень здорово связать такую модель из твида и я быстренько помчалась на вот этот сайт и потому что там действительно очень классные пряжи достаточно недорого у них сейчас там на некоторые позиции такие небольшие скидки но все равно приятно и главное что составы натуральные в основном и по моему очень хорошая пряжа в общем еще не пробовала вот она у меня все так в упаковочке пока и лежит развернула буквально чтобы показать вам и свяжу образцы конечно же постираю сделаю все замеры и возможно сниму как раз для вас видео обзор на эту пряжу и давайте теперь покажу вам что у меня в работе а в работе у меня вот буквально немножечко я продвинулась это будет платье для моей доченьки вяжу из пряжи yarnart джинс и что хотела вот рассказать об этом процессе вяжу из двух моточков чередуя 1 и 2 если вам видно очень сильно отличается оттенок пряжи этот моточек светлее а вот этот более насыщенный и вы знаете я их покупала в то время когда я еще даже не подозревала о том что пряжа может быть одного цвета но разных оттенков я тогда только начинала и это был практически мой первый хлопок который я купила основываясь на рекомендациях на ю тубе но я тогда упустила момент что вот разные партии да они могут иметь различные окрас пряжи что-то может быть насыщеннее либо наоборот бледнее и я вот так не глядя на пробу заказала сначала два моточка это были яркие вот оттенки потом я в принципе осталось как бы в хорошем впечатлении об этой пряжи и решила да заказать еще три но уже на другом сайте естественно мне пришел абсолютно другой оттенок и меня это вообще так удивило я ну честно не подозревала что ну хорошо может быть какое-то отличие но не настолько чтобы прямо ну невооруженным взглядом был виден вот этот вот вот эта разница в цвете вот и это платье чко она будет с круглой кокеткой на кокетке будут листики и вы знаете вот я начала вязать из тем более насыщенного цвета и поняла что очень быстро заканчивается у меня пряжа и конечно же мне не хватит до кокетки хотя бы дойти двух моточков и я стала комбинировать да вот по совету как в таких случаях рекомендует циммерман чередовать одну один ряд одним цветом до 1 1 оттенка пряжи и следующий другой чтобы более-менее как бы сглаживалась вот эта разница в цвете и я начала я сначала провязала два ряда одним цветом и потом два ряда другим и провязала уже примерно 20 сантиметров то есть а где-то вот такой кусок распустила потому что был слишком такой резкий переход и распустила все-таки хотя очень сильно не хотела этого делать потому что спицы 325 это для меня вообще катастрофически маленький размер спиц вот я очень редко наверное второй раз за всю свою историю вязание вижу такими тоненькими спицами вот и стала вязать все-таки один ряд 11 через один ряд и в принципе более-менее нормально получается не знаю вам наверное не будет видно ну вот немножечко видна полосочка но при дневном освещении конечно же когда было по две полоски чередования была серьезно заметна эта разница и кстати хотела вам сказать что вот все таки мне больше из детского катона да мне больше нравится вот это не ниточка газал baby cotton здесь 225 метров на 50 грамм то есть она чуть-чуть потоньше и но она намного приятнее здесь где у нас тут состав тут 40 акрила и 60 хлопка но она намного приятнее чем джинс yarnart вот мне вот эта пряжа больше нравится и сейчас я знаю угазала вышел baby cotton excel то есть два раза толще ниточка вот я очень хочу ее попробовать и обязательно себе ближайшее время закажу ее и это же свяжу наверное каких-то летних вещичек для своей доченьки на весну на лето вот ну наверное на этом буду заканчивать наверное попозже еще расскажу вам как у меня продвигается это платье мне этот процесс очень нравится модель очень интересная буду вам рассказывать о том как продвигается у меня и продвигается ли вообще приступлю ли я ближайшее время к этому свитеру с желудями вот ну наверное на этом все пока и конечно же на днях буквально сниму все-таки видео о нашем розыгрыше надеюсь что я как можно скорее все-таки это сделаю вот и девочки большое вам спасибо за внимание и очень жду ваших отзывов в комментариях о том какой был звук в этом видео и на этом буду на этом буду прощаться с вами и большое спасибо всем всего доброго жду комментариев